В эфире программа Актуальное интервью в студии Юрия Осипова. Здравствуйте! С развитием цифровых технологий собственникам квартир стало проще контролировать ситуацию в доме. Благодаря мобильному приложению Госуслуги Дом можно быстро решить проблему и получить нужную информацию. От отправки заявок в управляющую организацию до контроля за состоянием дома и планированием работ. Подробнее о приложении Госуслуги Дом расскажет гость в студии Павел Аргунов, руководитель управления Государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха-Якутия. Павел Анатольевич, здравствуйте! Здравствуйте! Ну и год назад в нашем регионе появилось новое мобильное приложение. Можно ли провести какой-то промежуточный итог? Как приняли новый сервис жители Республики? Да, вот новое мобильное приложение только внедряется в жизнь, получается, да? Есть большой угромный портал, ГИС ЖКХ называется. Там накапливается вся информация в части ЖКХ, информация по многоквартирным домам, информация по поставщикам услуг, по управляющим организациям. В общем, портал довольно-таки специфичный, в ней сложно, ну, обычному человеку сложно разобраться. Он предназначен в основном для управляющей организации, для ресурсников. И вот для того, чтобы гражданам проще было воспользоваться всеми цифровыми услугами, как раз-таки разработано вот это приложение. Ее можно скачать в любом магазине приложения. App Store, Roo Store, Google Play, App Gallery. На сегодняшний день, вот примерно за год, скачано 37 тысяч по нашей Республике, то есть 37 тысяч установили приложение на своем телефоне. По всей России порядка 6 миллионов установок произошло. И если посмотреть, сколько поступило заявок за текущий год, то получается по нашей Республике порядка 10 тысяч заявок, порядка 63 тысяч внесено показаний индивидуальных приборов учета и более 19 тысяч оплат произведено, вот как раз-таки через данное приложение. Какие функции приложения, да, вот помимо передачи показаний и оплаты, еще упрощают управление домом для собственника? Ну, это вот как раз-таки решение вопросов по управлению домом. То есть каждый собственник может подать заявку в свою управляющую организацию. При этом данная заявка фиксируется. То есть любой надзорный орган может посмотреть, когда поступила данная заявка и, соответственно, проконтролировать выполнение данной заявки. И, кроме того, в рамках приложения есть общий домовой чат, про нее тоже отдельно я могу рассказать. И также можно провести общее собрание собственников. А вот что значит обратиться в управляющую организацию коллективно с соседями? Это какая-то новая функция? Да, эта функция абсолютно новая. Она появилась в сентябре текущего года. Что означает коллективная заявка? Коллективная заявка – это заявка, подтвержденная двумя и более собственниками. То есть какой-нибудь собственник, например, видит, что свет не горит в подъезде, лампочка перегорела, либо дверь должным образом не закрывается, не открывается, домофон не работает. Он направляет заявку в свою управляющую компанию и при этом ставит галочку в том, что это коллективная заявка. И если, ну то есть формирует такую заявку, если хоть один собственник поддержит, дополнительно поддержит данную заявку в приложении «Госслуги дом», то данная заявка уйдет как коллективная заявка. И, естественно, коллективная заявка рассматривается в первую очередь. И как эту функцию приняли люди? Так, ну за три недели сентября по всей России порядка 43 тысяч коллективных заявок ушло. По нашей республике 162 заявки. И вот вы уже упомянули о чатах, да, собственников. Вот насколько все-таки эта функция пользуется популярностью среди якутян? Так, ну пока что сложно сказать, пользуются, не пользуются. Я хочу рассказать про особенности, да. Конечно, у каждого дома есть общедомовой чат, либо в WhatsApp, либо в Telegram, в Telegram, да. Но обычно вот такой чат формирует управляющая компания. Она пытается включить максимальное количество собственников. В случае, если посчитает необходимым, управляющая компания кого-то исключает, убирает, добавляет. Также в данный чат могут попасть сторонние люди, мошенники могут попасть, продавцы всяких там товаров, продуктов, рекламщики могут попасть и засорять вот эти WhatsApp, Telegram чаты. В отличие от данных мессенджеров, вот как раз чат в госуслуги Дом, могут попасть только собственники. Только собственники. И никто, когда вот собственник попадает в данный чат, никто его оттуда убрать не может, исключить не может. И, соответственно, туда не могут попасть иные люди, которые будут засорять другую информацию, кидать. И, соответственно, этот чат защищен. Чат формируется в рамках мессенджера ВКонтакте. То есть, если человек один раз авторизуется в этом чате через мессенджер ВКонтакте, то у него уже в ВКонтакте уже будет этот чат. Для многих вопросов нельзя просто обсудить инициативу и отправить ее в управляющую компанию. В каких вопросах все-таки необходимо проводить общее собрание жильцов и какая инфраструктура есть для этого в приложении? Ну вот, если посмотреть, каким образом проводятся вообще дымовые собрания собственников, да, по закону, можно провести очно, заочно, либо в электронном виде. Обычно, ну как происходит, собираются собственники, обсуждают какой-то вопрос, при этом, кто критит громко, тот и, получается, будет услышан. Либо при этом кворум не набирается, пытается набрать заочно, при этом очень непрозрачный весь механизм получается. Кто подписал, непонятно, подписал или собственник, либо его подпись кто-то подделал, этого никто разобрать не может. В отличие от всего этого, голосование через систему госуслуги ДОМ, она очень прозрачна. Могут голосовать только собственники. При этом все автоматизировано и вся вот эта процедура, которая законно утверждена, она соблюдается. И также автоматически формируется протокол общего собрания. Собственники могут проголосовать с любой точки мира, где есть доступ к сети интернета в любое удобное время. Поэтому очень удобно и прозрачно будет. Будет ли развиваться раздел собраний? Какие еще функции в ближайшем будущем появятся в приложении? В начале весны этого года оператор данной системы совместно с Минцифрой и Минстроем России проводили масштабный проект День собственника. И вот по итогам данного мероприятия определили проблемные моменты в работе данной системы. Мы определили точку роста и в следующем году оператор планирует усовершенствовать данную систему. В том числе со следующего года данной системой приложения к услуге дом могут пользоваться и собственники индивидуальных жилых домов. Сейчас, к сожалению, собственники ИЖС не могут, ну просто-напросто не видят свою собственность в данном приложении и не могут оплачивать, вносить показания переборов учета, вносить оплату. Со следующего года надеюсь, что разработчик все это устранит и все заработает. Расскажите, вот приложение госуслуги дом создано на базе системы ГИС ЖКХ. Расскажите чуть подробнее об этой системе. Ну вот портал ГИС ЖКХ, она создана уже довольно-таки давно. Она узаконена даже в жилищном кодексе. И вот как я вот ранее говорил, данная система, она обширная, большая. Она предназначена в первую очередь для поставщиков услуг, для управляющих организаций, для органов власти. В данной системе формируется вся информация по части ЖКХ, не только по многоквартирным домам, но и по индивидуальным жилым домам. Это общая информация по дому, его состоянию, начисление по услугам, показания приборов учета. Можно проконтролировать работу управляющей компании, проверить наличие лицензии управляющей компании. Можно узнать, когда будет проведен капитальный ремонт по многоквартирному дому. Посмотреть, можно тарифы, провести общее собрание, голосование. Можно обратиться в адрес управляющей компании, либо в адрес органов власти. Но, как я уже говорил, данная система, она сложная. Поэтому вот для того, чтобы проще было всю эту работу видеть, всю эту информацию видеть, подавать заявки, оплачивать услуги. И вот как раз и созданное приложение «Госслуги дом». Она интуитивно понятна, очень простая, хорошая система приложения. Но в то же время она функциональна. В принципе, ничем не хуже большого портала «Госслуги дом». Что же, Павел Анатольевич, спасибо вам, что согласились прийти и ответить на наши вопросы. А я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok